Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Елена выходит из биоробота, становится рядом. Если есть голограммы в биополе, в биороботе все выходит, копии выходят, все чужеродное становится видимым. У нее нет голограмм, у нее есть энергия боли вокруг головы красным цветом. Хорошо. Защищаем ее физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий. Абсолютно. Берем Елену в защитный скафандр на время работы с тонкими телами и вместе с тонкой копией Елены поднимаясь в комнату диагностики. Пошел прием. Мы на месте. Хорошо. Мы приветствуем Елену, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверить ли она нам в своем биополе наперед сеанса. Доверит. Хорошо. И мы даем команду сканеру на счет 3. Начинает сканировать пространство над головой Елены под ногами. Сканер сканирует все 7 тонких тел Елены. находит все. У нее нет интерферента. А что есть? У нее красное тонкое тело, как налитая боли. Боль и вот она деформирована, как груша. А какая причина этому? Боль. Боль, да. Источник боли – это голова, да? Да. Ты можешь собрать вот эту боль, она ей очень мешает. Хорошо. И я включаю Елене внутренний белый свет. Один, два, три. И на счет 3. Елена начинает выдавливать из каждой своей клеточки всех 7 тонких тел. У микрона вся боль выходит из всего тела Елены. Ты знаешь, намотался шар красный. Да. И ее тонкая копия как мокрая стала, как вспотела. И вот этот пот, он как вывел с нее что-то и намотался поверх вот этого красного шара. Хорошо. Большой шар? Ну, чуть больше баскетбольного мяча. Хорошо. Открываем под ним портал в галактическое ядро. И уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. И я даю команду на счет 3. Скеннер включает медицинскую программу. И начинает сканировать пространство вокруг Елены. Все ее 7 тонких тел находят все точки, воспалительные процессы, где проходят, обозначают их красным цветом. Все, что может на нано-уровне, мелкие частицы, если он может, он сам убирает, сразу на месте уничтожает их. 1, 2, 3. Скеннер сканирует все 7 тонких тел Елены. Находит все проблемные зоны, мелкие. Уничтожает сразу. Красным обозначаются большие боли. Ну, у нее ноги почему-то. Самый низ ноги красный. Да ты что? То есть у нее вот эти красные точки скопления, скажем так, низ ноги низ самый. Это ступни, пальцы. Дальше идет тонис живота. Да. Там меньше скопление. Голова. Три места. Ничего себе. Хорошо, Верочка. Появляется твой красный чемодан. 1, 2, 3. Доставай необходимый инструмент. И переходим на счет 3. 1, 2, 3. Приступай. Вот у нее голова и ноги, они связаны между собой. Так и говорят, если голова болит, ноги не ходят. Если ноги болят. Живот сам по себе. А живот сам по себе. Без живота. А интерферентов нету никаких, да? Нет. Но я собрала ноги и живот. Вот с головой аккуратно надо. Мне просто времени надо больше. Хорошо. Тебе может поменять инструмент. Давай этот все, что ты собрала. Где без головы. Не включая головы. Открывается портал в галактическое ядро. И ты сбрасываешь туда этот инструмент. Закрывая, печатая, растворяя. И в твоих руках. Вернее доставай электронный, специальный для головы инструмент. 1, 2, 3. Появляется как скэнер в твоих руках. Работает. Точно так же, как и этот инструмент до этого. И вытаскивает, вытягивает до последнего микрона все. Аккуратненько. Не повреждая тонкие тела. Приступай. Готово. Хорошо. И открывается портал в галактическое ядро. И выкидывает этот инструмент. Закрывая, печатая, растворяя. Все чисто, да? Ну вот смотри. На голове мне почему-то показывают как мозг и между вот этими извилинами как нарост. Хорошо. Так. И на него как наделась такая сетка из энергий. То есть все остальное собрал вот этот инструмент, засосал в себя. Вот на этот нарост наделась сетка из таких энергий, небольшая. И мне показывает как она начинает его сушить. Отлично. И он становится маленьким и сухим. А кто сетку поставил? Инструмент или он? Сетку я поставила, но она пришла. Ты поставила. Понятно. Хорошо. Отлично. И я делаю запрос в энергоинформационном пуле. Мне нужен совет Архангела Рафаила. Архангел Рафаил выйдите пожалуйста со мной на связь. Он слушает. Приветствую Архангел Рафаил. У нас здесь такой тяжелый случай. Рак кожи головы. У нас еще этого случая просто не было. Мы вытащили все, что мы могли вытащить. Сетка вроде установилась, которая должна иссушить. Я просто не знаю какую энергию дать сейчас ей для того, чтобы начался восстановительный процесс. Он говорит, что для восстановительного процесса она должна понять причину. Никто не знает причину. У нас поражены три места. Голова, живот и ноги. Я не понимаю этой связи. Я как раз хотел спросить у вас. Он говорит, что тебе и не надо понимать. Она должна понимать причину. Хорошо. Хорошо. Значит, тогда Елена должна понять сама эту причину. Честно говоря, у нас такого еще не было. Поэтому я не знаю, что в этом случае я могу еще для нее сделать. Он говорит, что излечение, полное излечение возможно только после принятия и понятия истока. Хорошо. Каждая болезнь дана для чего-то. Безусловно. Так и есть. Он говорит, что сейчас она как заморожена, приостановлена. Но каждое ее волнение и каждое изменение настроения будет влиять негативно. Благодарю вас, дорогой Архангел Рафаил. Я тогда дам ей заживляющую энергию. И она поможет ей в этом случае? Или надо какую-то специальную дать? Он говорит, что ей помогут родные энергии и души. А где же я их возьму? Ее намерение. Хорошо. Так и передадим. Благодарю вас, дорогой Архангел Рафаил. Мы тогда работаем дальше. Всего вам хорошего. Да, Елена. Вы понимаете, о чем идет речь? Нет, не совсем. То есть она понимает в теории? Потому что я вообще ничего не понимаю. Я не знаю истории всей. И было сказано, что ей надо найти ответы на какие-то вопросы. А я этой ситуацией не владею. Я просто в полном, так сказать, недоумении сейчас. Нужно понять источник первопричины болезни. Хорошо. Источник первопричины болезни. Единственная подсказка, которую мы можем дать. Это то, что сказал Архангел Рафаил. Это слово волнения. Попробуйте от этого исходить. И исключить эти вещи из вашей жизни. Все остальное, что мы могли сделать. Мы сейчас сделали. Давай заправим еще Елену энергией. Считай, пожалуйста, сколько нужно энергии. И какая частая вибрация Елене до полного восстановления и корректировки? 270 и 20. Хорошо, Елена, еще раз вам показывай, как заправляться энергиями. И. Вы даете себе команду И. На счет 3 в макушку головы Елены начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 270% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Заживляющий канал. Отдельно посылай ей. К голову пошел канал. Заполняет все пустоты, все больные места. Ускоряет процесс исцеления изнутри. Частота и вибрации поднимается до числового значения 20 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Да, есть. Хорошо. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Елены в систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Вся энергия начинает переходить на физический план. 1, 2, 3. Проходит полная гармонизация и синхронизация. Каждую клеточку, каждую извилинку головного мозга. Все энергии переходят и синхронизируются. Готово. И отключайся от Елены и переноси в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. И я на месте. Готово. 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 Готово.